Наведение порядка на землях ликвидированных предприятий, низкая эффективность работы молочно-товарных ферм и сокрытие подержа скота. Комитет госконтроля Гродненской области провел коллегии сразу по нескольким вопросам. В прошлом году в Алковыском районе территорию для благоустройства и поддержания надлежащего состояния площадью 13 тысяч квадратных метров закрепили за предприятием, которое было ликвидировано несколькими месяцами ранее. Аналогичные ситуации зафиксированы в Карелическом и Щучинском районах. По результатам контрольных работ установлено, есть формальный подход к разработке и планированию мероприятий по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов в Гродненской области. Это приводит к тому, что даже выявленные проблемные вопросы порой включаются в планы не в полном объеме и не могут быть в дальнейшем решены. Комитетом были установлены не единичные факты бесхозяйственности, недолжное содержание территории предприятия. Таких фактов было выявлено более 30 имело место. Кроме того, по-прежнему комитетом выявляются факты самовольной добычи полезных ископаемых, это самовольные свалки бытовых отходов и также неведение порядка. Предприятием выставлены предписания, часть материалов находится у правоохранителей на оценке состава преступлений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. А вот некоторым руководителям молочно-товарных ферм региона грозит уголовная статья по факту сокрытия падежа животных. Рост в 2018 году составил 114%. Причина, как выяснил госконтроль, не соблюдение условий кормления и содержания. Сокрытие падежа путем оформления продажи под видом мяса работникам с последующим удержанием из заработной платы. Это и факты сдачи, опять же, облпотреб общества. И такие факты скрывались. В частности, это КСУП «Слава труду» Дятловского района, это Белеца Агролицкого района. По указанным фактам возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц, допустивших указанные факты. В целом отмечается низкая эффективность работы молочно-товарных ферм. Производство молока не вышло на параметры программы. Причина – ряд просчетов в заготовках кормов, их качество, воспроизводство и кадровые вопросы. В 2017 и в 2018 годах стабильно отмечается падение в Лицском, Дятловском и Островецком районах. В 2019 в первых двух районах ситуация не изменилась. Редактор субтитров А.Семкин